Привет друзья! Сегодня мы поговорим о больших собаках. Уверена ответить на вопрос какая самая большая собака в мире сложно. Рассмотрим десяток пород, которые относятся к собакам крупных размеров. Акито-Ину. Акито одна из древнейших собак на планете. Японский остров Хансю считается родиной Акито-Ину, а японская префектура Акито стала местом, давшим название породе. Акито прирожденные охотники. Акито это мощная, независимая и доминантная порода, агрессивная к незнакомцам и милая с членами семьи. Пес может вырасти до 70 сантиметров и при этом весить около 55 килограмм. Акито агрессивны к другим собакам, особенно своего пола. Эти собаки не для начинающих собаководов. Акито линяет и много. Они хорошо уживаются в квартире, но нуждаются в прогулках и физической активности. Акито отличные охранники, внимательные и сдержанные, но им нужна твердая рука. Ирландский волкодав. Среди охотничьих собак, ирландский волкодав считается самым крупным. У него огромное, мускулистое и пропорциональное тело, но при этом пес очень легко и быстро двигается. Минимальный рост ирландского волкодава составляет 80 сантиметров, а вес 55 килограммов. Собаки этой породы это гордость Ирландии и на сегодняшний день они невероятно популярны. Следующий в нашем списке командор венгерская овчарка. Крупная порода овчарок, известная своим необычным внешним видом. Его массивный корпус покрыт длинной белой шерстью, свернутой в оригинальные шнуры. Средний рост кобелей составляет 70-80 сантиметров, а масса до 60 килограмм. Умных и уравновешенных командоров используют в качестве сторожевых собак. Они очень ласковы и преданы, без труда адаптируются к жизни в городских условиях. Кавказская овчарка Кавказская овчарка – одна из древнейших пород, родиной которой является Кавказ. Для представителей этой породы характерный крепкий тип конституции и достаточно большой рост. Высота в холке, в зависимости от пола животного, может доходить до 75 сантиметров, а вес взрослых особей достигает 80 килограммов. Кавказские овчарки обладают решительным и смелым характером. Кавказцы очень недоверчивы к посторонним. Они отличаются особой выносливостью и нетребовательностью. Кавказцы способны адаптироваться к любимым климатическим условиям. Ньюфаундлин Ньюфаундлин – водолаз. Ньюфаундлин – родом с северо-восточного побережья Канады. Изначально порода использовалась в качестве рабочих собак для рыбаков. Благодаря перепончатым лапам, водоотталкивающей шерсти и врожденным способностям к плаванию, Ньюфаундлины являются замечательными спасателями. Кабели обычно весят 70 килограмм, соки чуть меньше – 50 килограмм. Некоторые представители породы достигали веса более 90 килограмм. Самый большой Ньюфаундлин рекордсмен весил 120 килограммов. Следующий в нашем списке – Леонбергер. Своему возникновению порода Леонбергер обязана трем крупным породам собак – Ньюфаундлину, Сенбернару и Перенейской горной собаке. Леонбергеры унаследовали спасательные способности своих прародителей и используются сегодня в качестве собак-спасателей. Говорят, черные морды у Леонбергеров появились не случайно. Идея заключалась в том, чтобы собака была похожа на льва. Отличительные черты породы – густая шерсть под шерстком и так называемая львиная грива – могут быть как желтого, рыжего, так и красно-коричневого или палевого окраса. Немецкий док Немецкий док – собачка немелкая. Минимальный рост кобелей в холке равен 80 см, а вес достигает 70 кг. Рекордсменом этой породы стал исполинский немецкий док из Мичигана по кличке Зевс. Высота его – 112 см, а стоя на задних лапах, он вытягивается в высоту на 2 метра и 20 см. Вес великана равняется 72 кг. Эти большие собаки сочетают в себе мощь и благородство, силу и элегантность. Немецких доков можно охарактеризовать как добрых, ласковых, преданных и послушных собак. Неаболитанский мастиф – мастина наполитана. Собаки этой породы – сторожевые псы. В древнейших времен они очень популярны. Если мастина наполитана правильно воспитать, то он не будет агрессивным и злым. Животных этой породы очень часто содержат дома в качестве домашнего питомца. Даже во взрослом возрасте мастина любит играть и резвиться. Средний размер собаки – 80 см, а вес – 75 кг. Синбернар Синбернар – порода собак гигантских размеров, происходящая от рабочих собак из итальянских и швейцарских Альп, которых первоначально разводили как спасатели. Это очень крепкие и крупные собаки, высота которых достигает 80 см у кобелей. Согласно стандартам породы, вес Синбернара должен быть выше 80 кг. Наиболее часто встречаются собаки ростом более 80 см и весом более 100 кг. Синбернар по кличке Бенедиктин, весивший 170 кг, вошел в историю как самая огромная собака. Спокойный, чуткий и дружелюбный характер делают Синбернаров идеальными компаньонами. И, наконец, в нашем списке рекордсмен, английский док – мастиф. Английский мастиф – старинная английская порода собак, которая носит статус самой большой породы собак в мире. Средний рост этих гигантов составляет 90 см, а вес у кобелей может достигать 110 кг. Рекордсменом данной породы считается огромный английский мастиф по имени Айкама Зорба, который попал в книгу рекордов Гиннеса при росте в 95 см и весе в 155 кг. Мастифы – аристократы, они известны своей мощью, смелостью, уравновешенностью и миролюбием. Английские мастифы прекрасно справляются как с ролью сторожевой собаки, так и с ролью собаки-компаньона. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал Черный Кот и ставьте лайки. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok